Изучение новых стратегий для решения общих проблем государств-участников с особым акцентом на их интеграции в мировую экономику – таков лейтмотив саммита СПЕКа, который в этот раз проходит в Баку. В работе саммита участие принимают лидеры стран СПЕКа и другие почётные гости – премьеры Венгрии и Грузии, а также Генсек Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского залива. Проведение встречи в таком составе, безусловно, откроет путь к более широкому формату экономического сотрудничества. Спецпрограмме ООН в этом году 25 лет. За это время страны укрепили суверенитет, стали полноценными членами международного сообщества и стремительно развивались в экономическом плане. Ещё один объединяющий фактор – политическая стабильность. Если её нет, то ни о каком экономическом развитии, разумеется, не может быть и речи. При этом важно отметить, что страны находятся в уникальном геополитическом положении, которое открывает перед ними обширные возможности для развития транзитных маршрутов, торговли и экономического роста. «Хотел бы отметить, что в период масштабной трансформации мировой экономической системы внутренний потенциал наших стран позволил восстановить экономическую активность, а современные вызовы открыли перед нами новые возможности и перспективы. На сегодняшний день мы смело можем говорить об имеющихся предпосылках для активизации экономического сотрудничества через продвижение международной торговли, транзитных перевозок, развитие инфраструктуры, внедрение цифровых технологий и региональную интеграцию. Мы видим перспективы в расширении сотрудничества и укреплении наших связей с соседними странами и регионами. Это поможет увеличить наши рынки, улучшить обмен знаниями и опытом, а также создать новые возможности для развития». Для Кыргызстана тем временем актуальной остаётся необходимость диверсификации международных транспортных коридоров. «Это позволит уменьшить зависимость от одного или нескольких транзитных маршрутов, создаст условия для улучшения экономической стабильности, безопасности и уменьшит риски при транспортировке грузов и пассажиров. В этом контексте особую значимость для нашей страны и соседних стран региона приобретает строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Притворение в жизнь этого мегапроекта кратчайшим путём выведет наш регион из транспортного тупика, соединит около 4 миллиардов людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки. «Нами также ведётся работа по организации и осуществлению перевоза грузов по маршруту Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан, Иран-Турция, далее в европейские страны, а также по маршруту Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран, далее в Саудовскую Аравию. Мы намерены использовать Южный Транскаспийский коридор для автомобильных и железнодорожных перевозок грузов из Кыргызстана и Китая в страны Европы, Грузию, Азербайджан». Ещё одним тезисом выступления главы государства стало изменение климата в регионе. Страны всё больше ощущают серьёзные проблемы с нехваткой воды для населения и сельского хозяйства. Трудности испытывает и сектор гидроэнергетики. Садыр Джапаров отметил, что реализация перспективных проектов в этой сфере обеспечит экологически чистой электроэнергии не только Кыргызстан, но и другие страны региона, укрепляя при этом энергетическую безопасность и способствуя стабильности системы энергоснабжения, водоснабжения и ирригации. Кыргызстан активно работает над рациональным использованием водно-энергетических ресурсов и развитием энергосбережения. Мы располагаем почти половиной водных ресурсов региона. И хотя наш гидроэнергетический потенциал оценивается в 142,5 миллиарда киловатт-часов в год, а сейчас мы используем лишь 13% от этого потенциала. Для достижения зелёных целей наша страна планирует реализовать конкретные меры по переходу на возобновляемые источники энергии. В Кыргызстане уже запущено строительство десятка малых ГЭС. Также достигнута договорённость о строительстве Камбаратинска ГЭС-1 мощностью в 1860 мегаватт совместно с Узбекистаном и Казахстаном. Реализация этого крупного энергопроекта будет способствовать обеспечению энергостабильности во всех трёх странах. А динамику кыргызско-азербайджанских отношений Садыр Джафаров и Ильхам Алиев обсудили на полях саммита в ходе двусторонних переговоров. Кыргызстан и Азербайджан сегодня продолжают наращивать объёмы взаимной торговли и увеличивать прямые инвестиции. В нынешнем году наши страны отметили 30-летний юбилей установления дипломатических отношений. К этой дате мы подошли с хорошими результатами. В прошлом году состоялись два визита на высшем уровне. Был образован межгосударственный совет на уровне глав государств и состоялось его первое заседание. Ряд договорённостей, достигнутых в ходе наших взаимных визитов в 2022 году, получили практическую динамику по линии совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. В прошлом году, к слову, по итогам переговоров двух лидеров в Бишкеке было достигнуто соглашение о создании Азербайджана Кыргызского фонда развития. Сейчас продолжается работа по завершению организационных, правовых и финансовых вопросов. В этом контексте главы государств предложили компетентным органам ускорить этот процесс и уже приступить к реализации совместных проектов. Я имею очень хорошее воспоминание о своём государственном визите в Кыргызстан. Также вспоминаю ваш прошлогодний визит в Азербайджан. И, конечно же, ждём вас в следующем году с государственным визитом ещё раз. Динамика наших отношений наглядно показывает, насколько наши страны и народы близки друг к другу. Мы всегда поддержим друг друга и будем и дальше это делать в международных структурах. И сегодня решаем важные вопросы увеличения товарооборота, инвестиционной политики, вопросы, связанные ещё с большим сближением наших стран. Лидеры по итогам этой встречи ещё раз подтвердили взаимное стремление к укреплению и наращиванию стратегического партнёрства между Кыргызстаном и Азербайджаном. Аяна Дюшакеева, Айсин Турабыкеев, Аллато 24.